Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Конопатский Валерий Иванович, председатель Городского совета ветеранов, и Караев Сергей Антеевич, председатель Президиума Ассоциации ветеранов войн и военных конфликтов по Рязанской области, председатель Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Здравствуйте! Здравствуйте! 15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул границы Афганистана. С того дня прошло 29 лет. Вот такой вопрос. Были ли вы в Афганистане в те страшные годы, в период войны? Да, вы знаете, я именно попал в этот период, когда заканчивался вывод. И непосредственно с 15 мая, с начала вывода 1988 года, это попало на тот период с моего срока демобилизации, я являюсь непосредственным участником. Причем, при всем, что хотел бы не внести маленькую поправку, Валерий, что на самом деле официально 15 февраля 1989 года последний советский солдат, находившийся на службе в вооруженных силах Советского Союза, пересек мост, разделяющий границы наших государств. Но на самом деле у нас порядка 300 солдат и офицеров, пропавших без вести, остались в Афганистане. На сегодняшний день проводится, конечно, большая работа по их поиску, выяснению их судьбы. Кого-то нашли, кого-то нет. Но где-то порядка, наверное, 100 человек, еще судьба неизвестна. Поэтому, как мы продолжаем работу, это наши боевые товарищи, и, слава Богу, государство нас в этом труде не забывает. Валерий Иванович, а вы? И я в этот период уже закончил военную академию, проходил службу в городе Майкопе в должности заместителя командира мотострелкового полка. И прекрасно помню, когда первые военнослужащие из Афганистана приходили в полк, где-то 50 тысяч было одновременно выведено из Афганистана и направлено для прохождения дальнейшей службы в воинские части. И ко мне в мотострелковый полк прибыло в пределах где-то 20 военнослужащих. Для всех офицеров, прапорщиков, военнослужащих, эти люди были какими-то другими людьми. Им относились очень уважительно. Они все, помню, приехали с наградными, построили мы их, представили личному составу. То есть уже люди, прошедшие войну, пришли обветренные, такие сильные духом люди. И вот они перед нами стояли, стояли перед солдатами, и те, ну, прямо изучали каждый взгляд, движение. Они, правда, проходили службу недолго, где-то в течение 2-3 месяца, и были уволены. Но это для меня было так знаменательно, памятно, что вот до настоящего дня, я помню вот эти первые шаги, когда выводили. А вывод войск уже, конечно, смотрел по телевизору и видел все то знакомое, родное, вот мой БТР-60ПБ, который по мосту прошел. Это было очень и очень интересно и очень душевно, трепетно для меня, как офицера, который там проходил службу 2 года. А вот этот день, 15 февраля 89-го года, какие чувства были, какие ощущения, что вот советские войска покидают Афганистан? И какой вот, может быть, отпечаток, если можно так сказать, эта война оставила на вас? Для меня, конечно, это все было понятно, что вот люди выполнили свою задачу, выполнили до конца, и особенно была большая гордость за солдат. Потому что офицер, это его профессия, защищать родину, куда бы тебя ни отправили, ты должен честно выполнить свой воинский долг тому, чему тебя государство учило. Поэтому я это осознавал вот в таком ракурсе, как офицер, с гордостью за своего солдата, за своих подчиненных, и, естественно, за своих командиров, которые приобрели боевой опыт, который им в дальнейшем пригодился для выполнения задач по защите нашего Отечества. Сергей Антеевич, а у вас? Потеря каждого человека для нас всегда являлась очень болезненной, потому что наши соотечественники, наши друзья, боевые товарищи, все те, кто со мной служили, все, кто сложили голову на полях сражений, все они до сих пор живут в моем сердце. Как бы мало того, у нас вся наша рода уже избрала по прошествии 10 лет, мы каждые, вот уже, можно сказать, 20 лет собираемся на 2 августа, либо выбираем памятную дату, у нас одна из таких больших потерь произошла 21 апреля 87-го года, когда сбили два вертолета с нашей роты, непосредственно с моей. Либо 24 октября, это два таких знаменательных, скажем так, две знаменательных операции военных, которые вошли в историю Афганистана, их рассматривали, достаточно детализировали, но в любом случае, как бы я хочу сказать, еще раз подчеркнуть, что несмотря на то, что мы по большей части сталкивались с превосходящими силами противника, как бы всегда держали достойный ответ. 15 февраля это памятный день для всех солдат-афганцев, для их семей. Какие мероприятия проходят на Рязанской области и прошли вот в этот день? Ну, вы знаете, у нас на памятнике в этот раз взяла на себя инициативу боевое братство, которое после непосредственно проведения вот этого торжественного мероприятия на памятнике Маргелова и о резонансах погибших в локальных войнах и конфликтах провели концерт в Академии ФСИН, по-моему, да? Ну, достаточно успешно, насколько я знаю. Все желающие, кто посчитали нужным, они непосредственно выдвинулись туда. Те, кто предпочитает проводить и отмечать этот праздник локально, они, естественно, там были заняты несколько другим. Ну, точно все постарались вспомянуть память своих товарищей, погибших, умерших ли от ран, либо что. Ну, с большим уважением. Огромная благодарность всем председателям общественных ветеранских организаций, которые нас поддержали, которые пришли на памятник. Большое вам спасибо, потому что я считаю, что все-таки, знаете, как бы ветераны, это те люди, которые, пройдя через горнила, испытав различные лишения, трудности и, знаете, там, ну, наверное, это можно правильно сказать, Я считаю, что все-таки там и страх смерти, и опасения за своего боевого товарища, как бы более трепетно относятся к обществу. И в первую очередь, я думаю, что вот наше объединение в виде ассоциаций именно ветеранов локальных конфликтов и войн на территории Рязанской области позволит нам достичь гораздо большего. Это всегда стараюсь подчеркнуть, потому что всегда вместе достигать цели лучше, легче и, самое главное, всегда есть возможность распределить усилия для того, чтобы общий результат был действительно значимым. Хотел бы я просто здесь в этом плане добавить немножко, вот объединение всех ветеранов воин и военных конфликтов, это требование времени, потому что ветераны стареют, проблем возникает достаточно много со здоровьем, с другими вещами, которые необходимо решать. И когда мы вместе, мы объединившись, мы эти задачи можем оперативнее, более качество решить в плане реабилитации ветеранов, членов их семей. Особенно мы с большим уважением относимся к вдовам погибшим, к матерям, которые тоже уже старенькие сегодня и требуют нашего внимания. Поэтому вот это единение, оно показывает, что 15 числа очень многие люди приходят для того, чтобы побыть вместе, прочувствоваться духом вот того времени и найти решение злободневных вопросов, которые сегодня возникают вот в нашем обществе. Поэтому и ветераны войны в Афганистане, и ветераны других конфликтов и войны, они сегодня едины в том, что нам надо вместе решать все те социальные задачи, которые возникли вот в нашем обществе, ну в частности на земле Рязанской. И это мы делаем вместе, и я думаю, что у нас все это получится. А хотя бы раз в год проходят встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. А вот устраивают ли ваши организации встречи со школьниками, как они проходят и вот для чего? На сегодняшний день, да, мы проводим уроки мужества, наши члены, наши организации. И вообще здесь надо отдать должное, что и не только афганцы, это и чеченцы, и те, кто у нас есть желающие, уже там не будут сейчас перечислять силу ограниченности эфира. Но вот пользуясь случаем, точно всех поблагодарю за то, что вот с таким энтузиазмом к этому относятся, готовятся и самое главное, помогают формировать в наших детях вот именно тот дух патриотизма, который вообще присущ людям, проживающим на нашей территории, россиянам. Добавлю буквально несколько минут, несколько секунд. Значит, у нас в городском совете ветеранов есть комиссия, которая работает с молодежью, есть лекторские группы и ветераны Великой Отечественной войны, они уже старенькие люди. Мы при активном взаимодействии с афганским движением, с ветеранами Великой Отечественной войны в Афганистане, очень часто их гости в школах, то есть все праздничные мероприятия не обходятся без ветеранов в обязательном порядке. У нас уже выработаны все формы, методы работы, взаимодействия с молодежью, со студентами. Поэтому, что касается воспитательного процесса, это одна из задач. Первая задача – социальная защита ветеранов. Вторая задача – это работа с молодежью. И мы ее очень активно воплощаем в жизнь. Эта программа действует. Мы благодарны и власти, и тем ветеранам, которые откликаются на просьбы, на просьбы учителей, студентов, что они хотят увидеть, кого они хотят услышать, мы обязательно это делаем. Перед праздником мы прошли по школам, были в вузах, посетили музеи. У нас прекрасные музеи в Рязанской области, музей воздушно-десанты войск, музей молодежного движения. Поэтому там есть выставка эспонаты Афганской войны и других воинов. Во взаимодействии показа, рассказа и живой истории этого ветеранов мы очень умело, и я считаю, что планово работаем с молодежью. И вот такой вопрос. В следующем году исполнится 30 лет со дня выхода российских советских войск с территории Афганистана. Заготовлены или готовятся какие-нибудь особенные мероприятия в честь такой даты? Да, конечно. Мало того, на решение Ассоциации будет предложена программа целая, которая будет посвящена именно 30-летию. И начнется она, как мы планировали, вот здесь, собиравшись на составе президиума, все-таки, наверное, с начала вывода, с 15 мая эти мероприятия. Календарный план будет обязательно представлен не только в Ассоциации, а все будут разосланы всем ветеранским организациям для того, чтобы в силу возможности, либо имеющегося желания в нем поучаствовать. Это концерты, это проведение встреч, это организация различных военно-спортивных мероприятий. Я думаю, что к празднованию годовщины 30-летия окончания вывода советских войск из Афганистана мы подойдем, но уже, скажем так, более подготовленные, уже серьезная обойма проведенных мероприятий. И вот завершающим аккордом это будет у нас там организация концерта, как мы видим на сегодняшний день. Надеюсь, что Господь нам поможет и у нас хватит сил и финансов для того, чтобы этого... У нас проводятся мероприятия совместные с ветеранской организацией «Рязани». Мы проводим совместные мероприятия с другими общественными организациями, в том числе московскими. То есть у нас к этим мероприятиям, которые посвящены вывода войск из Афганистана, Дню Победы и так далее, мы совместно планируем мероприятия и поездки в город Москву в обязательном порядке на Поклонную гору, где проводим ряд мероприятий, там наша есть переносная экспозиция, выставка. Осуществляем показ, рассказ. То есть мы привлекаем не только рязанцев, но и горожан Москвы и гостей столицы. Также мы посещаем дворец съездов, где идет большая концертная программа вывода войск из Афганистана и другие мероприятия, которые связаны и проводят наши общественные организации, московские. Поэтому здесь плановая работа, она ведется, так сказать, на той основе, на базисе, который уже определен. То есть фактически эта работа начинается, вот заканчиваем мероприятие сегодня, завтра мы планируем, но это постепенный переход в качество, не количество мероприятий, а качество проведения этих мероприятий. Валерий Иванович, Сергей Антьевич, спасибо, что были сегодня с нами. А на этом программа «Городские встречи» подходит к концу. Удачного вам дня и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова